5 правил идеальных отношений. Идеальных отношений, как известно, не существует, потому что не бывает ничего идеального, но ничто не мешает нам приближаться как-то и стремиться к идеалу. Поэтому сегодня я хочу рассказать о некоторых аспектах отношений, которые я подчеркнул в своей практике. Очень много из этого пишите вы в комментариях или в сообщениях мне личных. Это те вещи, на которые важно обращать внимание, чтобы отношения ваши приближались к идеальным, ну и уж, по крайней мере, были гармоничными. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о 5 правилах идеальных отношений. Если эта тема вам интересна, обязательно ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео в своих соцсетях, и мы начинаем. Первое правило идеальных отношений, это что важно принимать различия, которые есть между партнерами. Между всеми людьми есть различия. Как мы с этими различиями сталкиваемся? У каждого человека есть в голове образ идеального партнера. Если мы говорим о женщинах, то образ идеального мужчины, соответственно. У женщины формируется, за основу берется образ отца, а потом к этому образу подмешиваются образы всех мужчин, с которыми эта девочка, девушка, а потом женщина контактирует. То есть туда примешивается образ дедушки, за которым она наблюдала, как он, не знаю, там бабушку целует, как он за ней ухаживает. Образ какого-нибудь там, не знаю, дяди, образ какого-то актера, мальчик в школе, который за ней ухаживал, еще кто-то, какие-то ее предыдущие отношения. То есть все эти мужчины собираются в один образ, и образ идеального партнера, он, конечно, собирает в себе все положительное, все желанное, что женщина бы хотела. И вот этот образ идеального партнера, женщина встречает какого-то мужчину, есть какие-то совпадения, предположим, этих совпадений много, и вот они начинают сближаться. И в такой ситуации есть вот такая вот развилка. Либо женщина знакомится с реальным этим мужчиной, узнает его и замечает в нем те реальные какие-то особенности, которые, естественно, более сложны, более реалистичны, более жизненный чем то что было в ее фантазиях и часто она не совпадает и она прощается как бы с образом своего идеального партнера и как бы вот больше находится в контакте с живым человеком и второй вариант это когда она старается не замечать эти различия и старается ну натянуть что ли этот образ идеального партнера на этого мужчину сделать его своим мужчиной так сказать сделать его таким как она каким она хочет его видеть то есть чтобы он вел себя так как она ожидает естественно что попытка натянуть образ на реального человека она не делает отношения идеальными в принципе в долгосрочной перспективе такие отношения невозможны так вот очень важно принимать те вещи в близком человеке которые для вас являются ну как бы неожиданными которые являются ну вот вы к этому как будто бы не готовились и теперь нужно с этим как-то знакомиться это как-то исследовать это является точкой роста вашего личностного роста вот это вот принятие различий часто такая ну рекомендация воспринимается в штыки потому что комментирует это так то есть если он значит ведет себя как там скажем какой-то абьюзер или какой-то там зависимости меня я должна это принимать или знаете часто бывает так что предложил мужчина может говорить так что принимая меня таким какой я есть типа я читаю я не собираюсь меняться я вот что хочу то и делаю то что мне не важно что тебе не нравится какие-то черты моего поведения или какие-то вещи потому что это ну я такой какой и есть им при меня меня принимай меня таким, какой и есть. Естественно, женщины считают, что ну сколько можно с этим мириться. Нет, у вас должны быть красные линии и вы должны знать, какие вещи вам неприемлемы. Вы должны знать, что для вас табу. Ну, предположим, зависимость у человека или, скажем, он женат или, скажем, он женат, но он вам не сказал, что он женат, а потом это как-то выяснилось, то есть, он соврал или, скажем, какие-то измены, ну и не знаю, что угодно. Вы себе это очерчиваете и понимаете, что вот с этими вещами я мириться не буду, а изучать те различия, собираюсь в другом человеке, которые являются, ну как бы, опциональными, неожиданными и что не противоречит моим вот этим вот, тем вещам, которые для меня неприемлемы в принципе. Вторая важная вещь это баланс между контролем и доверием. То есть, с одной стороны, такое доверие, читай, слепое, когда женщина полностью доверяет мужчине и совершенно не замечает какие-то вещи, которые прям перед глазами у нее происходят. С другой стороны, на другом краю этой линейки находится такой токсичный контроль, когда женщина постоянно вот следит за мужчиной, проверяет его там карманы, телефоны, какая-то ревность такая на пустом месте. То есть, нужно искать баланс, потому что тут вот как это происходит. Предположим, женщина встречается с мужчиной, но у нее есть определенный бэкграунд, ей раньше изменяли, у нее были травматичные отношения, там или предавали, ее обманывали. Она тому своему мужчине, с которым они расстались, она ему не доверяла в конце отношений, она это не проработала, и у нее остается такая незавершенная штука. То есть, у нее остается недоверие к мужчине, как такая базовая опция в начале построения любых отношений. Ну и вот этих, которые сейчас строятся в частности. И вот они с мужчиной начинают общаться, и в какой-то момент, он предположим, в какой-то вечер он ей не позвонил или не написал, или она написала, он не ответил. У нее рождается мысль, потому что для нее базовое является недоверие, что он, наверное, переписывается с другой женщиной. А дальше формируется воронка катастроф. То есть, она начинает, ну как это говорят, загоняться или накручивать. Он переписывается с другой женщиной. Естественно, я у него об этом спросить не могу, потому что он либо подумает, что я навязчивая какая-то дуреха, ревнивая, либо он просто, ну нет, не скажет мне, потому что он же переписывается с другой женщиной тайно. А раз он делает это тайно, значит, я никак это не узнаю. Я не могу никак узнать, что он переписывается с другой женщиной, значит, он переписывается с другой женщиной. Понимаете? То есть, каждый раз, когда я его не могу проконтролировать он делает что-то направленное против меня я начинаю сгорать от этой ревности и сжигать эти отношения другая крайность это когда женщина доверяет мужчине причем доверяет настолько слепо что не замечает каких-то таких вещей которые очевидно происходят у меня в практике были случаи когда вот в одном случае женщина говорит я в какой-то момент я помню что я стала замечать что он возвращается позже с работы и я по разным косвенным признакам там через знакомых через там его сотрудников каких-то я как-то так понимала что у него есть какой-то люфт 2 часа который найдет с работы домой где он 2 часа проходит я не знала но я думала ну я да ему доверяла я думала ну что прохаживается может там не знаю что-то там такое происходит были свои какие-то дела потом оказалось что он прохаживался с коллегой с работы и то есть эта женщина она видела что происходит что-то что что ей не стоит доверять мужчине что стоило бы как-то начать хотя бы его спросить или хотя сказать о том что она понимает что-то происходит но она это не замечала постфактум она вот поняла что это чувство у нее было но она старалась его не замечать то же самое касается и женщин которые вот так вот ревнуют и бывает что я его ревную ревную потом он появился где-то я понимаю что моя ревность была бессмысленная беспочвенная он там занимался он был не скажем на работе или у него просто телефон не работал или я понимаю что я вот вся извелась я вся была в ревности а по факту это не подтверждается то есть в такой ситуации чтобы найти этот баланс между слепым доверием и токсичным контролем очень важно слышать себя потому что часто женщины стараются как-то прояснить мужчину что там с ним происходит а понимаете и в первом и втором случае у тебя этот инструмент не работает потому что ты себя не слышишь то есть важно прислушаться к себе нет ли у вас чувства что вы что-то делаете неправильно либо закрывайте на что-то глаза либо слишком так сказать загоняетесь как-то по поводу того что там с мужчиной происходит важно правильно проставлять приоритеты на правильные приоритеты в отношениях это на первом месте нахожусь я потом твой партнер то есть если женщина то это ее муж там или мужчина потом ребенок или дети и потом все остальные там родственники родители почему так работает на первом месте находишься ты не потому что ты какая-то эгоистка или там озабочена себе потому что ты это тот человек который максимально ответственен за тебя то есть я должен быть у себя на первом месте Просто потому, что никто другой так меня не знает, как я себя знаю. Никто другой так не знает мои желания и не может их знать, как я могу знать. Никто другой не является для меня такой проблемой, такой задачей, такой работой, такой ответственностью, как я для себя являюсь. Если я, конечно, независимый человек. Если я человек зависимый, то тогда я являюсь проблемой, заботой и ответственностью кого-то другого. В случае с ребенком это своих родителей, а в случае взрослого зависимого человека кого-то другого. Мой муж должен мной заниматься, папа должен мне там, не знаю, деньги на психотерапевта давать, я не знаю, там, мама должна мне говорить, куда мне идти учиться и с кем мне встречаться и так далее. То есть, если вы взрослый человек, если вы женщина, которая самодостаточная, то вы для вас находитесь на первом месте. На втором месте должен находиться партнер. У женщины это мужчина. Почему так происходит? Потому что в отличие от всех остальных близких людей, как правило, родственников, муж это человек, который вам генетически никак вообще не связан. То есть, родители, родственники, братья, сестры разные, другие родственники и дети, они все с вами кровно связаны. Они являются медицински доказуемо вашими близкими людьми. Вы их, никого из них не выбирали. Это так получилось. Так происходит биологическое развитие. А вот муж ваш, это человек, которого вы чистой своей волей выбрали. Из всех других, просто вот вы его выбрали. Соответственно, вы максимально ответственны за свой выбор. И более того, надо же понимать, что вы партнера можете как выбрать, так потом и перестать выбирать. То есть, соответственно, если вы его называете своим мужем, если вы формально или неформально живете рядом с каким-то мужчиной, то, соответственно, он должен быть для вас на втором месте. Потому что это то, что вы сейчас делаете. Это то, как вы сейчас живете. Ребенок должен быть на третьем месте. Почему ребенок должен быть на третьем месте? потому что, во-первых, если ребенок находится выше мужа или выше матери, то есть грубо говоря бывает так что у женщины на первом месте ребенок себя она как бы не замечает. Хотя, опять же если у женщины на первом месте ребенок то на самом деле самое важное, что в ее жизни есть. Это ее материнство вот ее материнство и это всегда происходит не в интересах ребенка. Это происходит в interesах ну как-будто бы в своих интересах, которые как-то вот так вот исковеркано не замечаются. Вы наверняка знаете эти примеры, этих токсичных матерей, которые такая вот я ж мать, я ж мать, и ребенок там, он как бы и на секции бесконечные ходит, и 10 языков знает, какой-то закормленный, несчастный, но вот он должен быть такой, чтобы другие мамы видели, что я хорошо с этим справляюсь. Соответственно, получится такая какая-то исковерканная ситуация. Если ребенок замечает, что для мамы важнее папа, чем я, а для папы важнее мама, чем я, ребенок в такой ситуации испытывает такую легкую фрустрацию, но после этого понимает, что его инцестозное влечение к родителям, оно табуировано, и он начинает в его голове, начинает зарождаться очень важная идея, что где-то там есть тот другой, которого я, когда вырасту, найду, и это будет не папа и не мама, понимаете. То есть каждый ребенок в какой-то момент, но обычно это с 3 до 6 происходит, понимает, что мальчик не женится на маме, а девочка не выйдет замуж за папу, а потому что мама и папа, они друг с другом, потому что мама занята папой, папа занят мамой, а я должен буду искать себе кого-то другого. И вот после 6 лет с этим убеждением ребенок, так сказать, вступает на дорогу сепарации, поэтому ребенок, он находится на третьем месте. И все остальные родственники находятся дальше по приоритету, не потому что они менее важные, а просто потому что они находятся в своих семейных системах, они не находятся вот в этой вот узкой такой тесной семейной системе, где есть вы, ваш партнер и ваши дети. Имейте собственное пространство и позволяйте вашему партнеру, также иметь собственное пространство. Почему это важно? Потому что в любых отношениях в самом начале происходит такая очень приятная наполненная просто медом, сиропом, и таким чем-то очень приятным вещь, как слияние. То есть когда мы сближаемся с человеком, который нам интересен. Мы с него как бы сближаемся, сближаемся, сближаемся и так вот прям плюхаемся друг в друга и перемешиваемся. Происходит слияние, когда мы чувствуем, что у нас общие желания, общие эмоции, все общее, все у нас смешано, все одно на двоих. Это чувство возвращает нас к нашим детским переживаниям, когда мы находимся в таком физиологичном, возрастном, нормальном для того возраста слиянии с матерью. Мы являемся частью матери, мы от нее еще не отпочковались, мы являемся ее по сути эмоциональным филиалом. И вот это чувство, оно очень приятное, потому что я чувствую, что моя эмоциональность, она как будто бы выходит за рамки меня. То есть она такая надличностная, она как будто бы соединяет нескольких людей. У взрослых людей такое слияние не может длиться вечно, не может длиться в принципе долго, потому что иначе тогда это переходит в какую-то созависимость. И за этапом слияния наступает этап дифференциации. Это как раз таки то, с чего я начинал, когда ты начинаешь видеть все различия, которые между вами есть. И тогда ты позволяешь себе в какие-то моменты чем-то, что у вас общее, сближаться. В какие-то моменты мы вместе едем и проводим отдых или какое-то время так, как мы вдвоем хотим. Мы знаем, что мы это любим, это наша такая вот фишка. И в этот момент мы вот вместе с слиянием. Но потом мы возвращаемся и, например, женщина идет, пишет картины, а мужчина идет, занимается, пишет какую-то свою книгу. Предположим, творческий пример. Или женщина идет там, скажем, с подружками общается, а мужчина идет там какую-то машину свою крутит. То есть вот очень важно, чтобы было место для вот этого вот расхождения, чтобы было место для вот этой дифференциации, когда мы понимаем, что мы максимально разные. И если вот в нормальных отношениях происходит такая пульсация, дыхание между вот этим слиянием и дифференциацией, то каждый раз, когда вы сближаетесь, вы обогащаетесь, вы удивляете друг друга, удивляетесь сами вашим партнерам. И, ну, грубо говоря, эти отношения, они не стекают в какую-то рутину и скуку, потому что каждый раз вы как будто бы немножко с вашим человеком близким, которого вы, казалось бы, знаете, как облупленного, встречаетесь как с кем-то немножко новым. И это как бы добавляет такого вот какого-то задора и возбуждения. И последнее правило идеальных отношений. Я прошу вас, чтобы вы написали в комментарии. Пожалуйста, выберите какое-то вот свое такое правило, которое вы, может быть, с помощью своего опыта как-то вот вынесли, приобрели. Это будет очень важно. Дело в том, что на самом деле не бывает идеальных при идеальных отношениях. Бывают такие отношения, в которых ты чувствуешь себя субъективно счастливым. Но вот к этой точке, к точке счастья, каждый человек приходит по-своему. Пожалуйста, напишите о своем опыте. Я действительно буду вам очень благодарен. Если эта тема вам понравилась, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал. Поделитесь этим видео в своих соцсетях. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих выпусках.